Елена Стародубцева работает в Щелковской школе номер 10 с 1992 года. Раньше ее учебный предмет назывался «домоводство». Теперь именуется совершенно в духе времени «урок технологии». Это достаточно широкое понятие. Елена Ивановна учит не только шить, вязать, готовить еду и многому-многому другому, что может понадобиться в быту, но и выстраивает эти занятия творчески, помогает детям находить свои собственные решения и делать важные для себя открытия. Технология – это последовательность изготовления каких-то изделий. Это может быть информационный продукт, это может быть какой-то материальный продукт. Вот технология последовательности. Мы не просто говорим детям, что сделайте так-то и так-то, а наводим детей на мысль, чтобы дети разложили пошагово сами, так, как они понимают с точки зрения их жизненного опыта. Недавно Елена Ивановна узнала, что ее работа отмечена на областном уровне. За достижение в педагогической деятельности в 2020 году ей присуждена премия губернатора. Конкурсная комиссия признала проектные работы и методики Елены Стародубцевой заслуживающими высочайшей оценки. Педагог удивила областную конкурсную комиссию своими разработками, среди которых есть и совершенно практические вещи, очень красивые изделия, выполненные с высочайшим эстетическим вкусом, и одновременно в ее портфолио участие в опробировании новаторских педагогических программ. Стародубцева – автор статьи, опубликованной в социальной сети работников образования, в которой разбираются различные аспекты авторской образовательной системы, именуемой деятельным методом обучения. А еще Елена Ивановна – отличный классный руководитель и требовательный, и душевный. У Елены Ивановны настолько серьезно выстроена работа с детьми, что вот успехи детей – это достижение и детей, и Елены Ивановны, и, конечно же, школы. У Елены Ивановны есть призеры и победители и Олимпиад, и конкурсов, которые проходят не только на уровне нашего района, но и на уровне региона. Учитель технологии Елена Стародубцева умеет вдохновить учеников на очень интересные начинания. Например, совместное изготовление и оформление книги Пушкина, посвященной юбилею Петербурга. Или на подготовку справочника по рукоделию, который рассказывает о бутылковом кружеве. Он озаглавлен очень красиво – фриволете. Главный же секрет своего педагогического таланта Елена Ивановна определяет простыми и точными словами. Это, прежде всего, безграничная любовь к детям. И, конечно же, уважение. Видеть в них личность. И на второе место я бы, конечно, поставила учительский профессионализм. И если дети видят, что к этому учителю можно прийти с любым вопросом, они получат на него ответ, то они будут и на уроках себя вести соответственно. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.